Ха-ха-ха, бля. Ага, всем привет, дорогие друзья, продолжаем проходить в метро, переигры метро, и этой сцены я почему-то не помню. Вот, блядь, бля, буду первый раз эту сцену вижу. Так, сейчас черные появятся, это я помню. Блядь, это выглядит великолепно. Всё, скриншот готов, сохраняем его. Блядь. Кстати, блядь, этот чел с шрамами разве не мельник? Он на мельник очень сильно похож. Хорошо. Это я помню, это было в оригинале. Ай, блядь. Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан! Кошмары! Они самые! Ударительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище улья черного. И видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём! Шанс понять! Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А он что подслушивает? Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Слушайте, что надо вообще? Да, ульман, сейчас! Ульман, блядь. Артём, нам просто необходимо поговорить с чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход! Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной! Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Окей. Пошли, сказочник! Чё они его так не любят? Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Это хороший намёк. Вот почему не стоит, собственно говоря, курить. Открытка из метро, это типа это то, что... С прошлой части синхронизировалось или нет? Её раньше не было. Почему вот за игру на гитаре дают вспышку? Пару раз типа классному дали вспышку. Так, ебать. Здорово, Артём. Да, здорово, как ты? А этот парень, кстати, был в той группе, которая D6 нашла. Даааа, сразу жетон дали. А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня в орден приняли. Так а чём мы там? Ну так я тут D6 нашёл, а ты просто гонял. Строили, строили. Строили. Это точно превьюшка надо сохранить. Так. Строили, строили, дальше там чё. Они то знали, что война будет. Готовились. Это народ светлое будущее верил. А начальство в конец света. И что, помогло? Не успели даже... Ну как видишь. Так 30 лет всё и простояло. Ничего, нам больше достанется. Тут одного оружия, а лекарства? Да с этим богатством ещё лет сто под землёй торчать можно. Не знаю. Я вот не могу никак привыкнуть. Реактор заработал, свет есть, тепла сколько хочешь. А мне как-то не по себе. Не может быть так хорошо. Да ладно тебе. Считай это подарок нам. От предков. Пистолет какой-то плоткий. С ним и не загнёмся. Просидим ещё лет сто под землёй. А дома на поверхности жить можно станет. Угу. Ну как реактор может лет сто работать на... Не знаю как вы, а я на поверхности. Каждый раз как в последних. Слышал что с губой Романова случилось? С Романовым? А с ним то что могло стрястись? Он же в лазарете валяется. Слышал самололен в великую библиотеку. Слышал самололен в великую библиотеку. Выписали его. А, тот чел который упал. Которого ранили. Он единственный кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла. Там же вроде всё спокойно было на болотах. Видишь вешки? Идёшь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих конечно много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Чёрт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрёт ничего. Ай, я помню эту сцену. Да 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 да. Было было. Да бог. А больше никого в мире нет. Главное не говорите ему, что бога тоже нет. Ха-ха-ха-ха. Но это осуждаем. Сюда не можем зайти. Ты посмотри на тех двух салаг. На каких имена? Работать. Работать. И кто салаги то здесь? ты что делаешь я думал меня уже собрался стрелять этот спит у нас вот этих двух салат ладно с тобой он самый он самый да то твой счет только если давай не забудь фильтры конечно противогаз смотрится и без них неплохо но пользы от него тогда 0 так аптечки что тут скажешь все что нужно для выживания в изящной оранжевые упаковки вот твой аванс за этот месяц ого ибать аванс еще есть конечно ими можно стрелять бьют они больно но лучше все же приберечь потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение но это мы все помню фильтров нас на 15 но испытывать мы не будем такая же рейнджера выбрал вентиль вентиль разве был пистолет хорошо это у нас что рпк давайте возьмем калаш так это винтовка производящийся в условиях так а это что у нас это каратель крупнокалибрный пулемет сильно оплатим на ближней дистанции но тратить много патронов скорее всего вот этот дробовик возьмем ok тюнинг ну все поставил поставил значит тюнинг что здесь по тюнингу давайте прицел глушитель и здесь еще у нас по тюнингу есть прицел а какой лучше гасит пламя и несколько снижает шум выстрела слегка повышает куча снижает скорость скорость картелей из-за чего убойная сила на расстоянии падает так за чисто повышает действительность огня дробовика на средних и дальних дистанциях за счет увеличения с куч давайте вот это так хочу нас послужить это вообще игра хардкор ну я не рейнджер хардкор хорошо куда мне в тир идти ну давай а почему только пять патронов хорошо ага нет пойдем все таки к мельнику за заданием о чем подожди о чем слухи то ебать это отсылка это отсылка к ексодусу то что мы нашли радиостанцию некоторые двери еще завалено окей и без замков будто их изнутри запирали и что а то что из-за некоторых фонит хоть яйца запекал ну тут же реактор от него может ибо этим так на меня смотрит косо прям они просто косоглазый а что тогда а он даже не на меня смотрит хорошо идем дальше что-то начинается дачу у красных мобилизация загребает всех подряд ага ну это да это в конце это в конце будет происходить тихо на поверхности их там отрадя столько не было три группы где две недалеко отсюда в засаде серый был говорит думаешь знает про что знает о фашистах но все же если они путь узнают думаешь орден выстоит против рейха орден не воюют с государством мы же все метро оберегаем все человечество от чудовищ от мутантов кто на нас пойдет я ведь не досказал была и третья группа фашистов помнишь у в днк ее видели наверху у нас там был внешний дозор каленый скальпель но вот они передали что видят фашистов большую группу потом передали что фашисты видят их а потом связь погоди погоди это что нашли его оба свинцом нашпигованные по контрольному не может быть я же с ним вот три дня назад только день рождения у него был что за отморозки это сделали мощь а в прошлой части не получил хорошую концовку и то что не прошло много диалогов пропустил на блячит его выгоняет что ты про лесницкого то слыхал лесницкий лесницкий то кто девяточка почему нас эти девятка из патрона все что могло потребоваться загробной жизни оружие украшения колесницы даже жены рабов такую гробницу мне этот бункер и напоминает шон рабов клали в гробницу подожди серьезно а сокровища которые ходят слухи те самые загробные дары оружие множество и гордых и богатство несметно все времена ждали проклятие ты заткнешься или нет что случилось говорят лесницкий что-то натворил а чёрт его знает лесницкий был в лаборатории смена закончилась дверь вскрыта все разворочено а лесницкий пропал вот дерьмо так а внутри там что хранилище там вроде химическое оружие хотя чёрт его знает капец сейчас мне полковник за лесницкого нераскаленную арматуре но загонит глубоко в душу и правильно ладно пошли ну пойдем кстати вот не думаю что на бункер кто-то нас станет накладывать прокол проклятие или что-то в этом роде он создан как скром чтобы им потом пользовались это гробницы там не для общего пользования как бы постой ну а ты чего ожидал голодные собаки такой жирный кусок учуяли ясное дело передерутся да я просто думаю нам вроде как всем спасение дается а мы войну затеваем это брат не мы это все они мы это белые пушистые такие пушистые аж пулеметные точки на всех входах поставили да да и лезут на чужой каравай рот не раздевай вы чё тут говорите мужики а кто-нибудь знаю чем дело то зачем вызывают говорят красные мобилизацию объявили и еще такое слышал с ганзы что там говорят красные засылают через нейтральные станции агентов на ганзы что-то готовят и фашисты похоже узнали про нашу сокровищницу ищут теперь они вообще знают что тут есть или так ну знаешь если бы думали что тут склад памперсов не рвались бы так а если и вправду найдут входы и штурмовать каждый наш пятерых красных стоит на фашистов обменный курс не хуже ну и что на красной линии 1015 народу массой задали а нас всего-то хорошо если 200 человек наберется какая разница сколько их 300 должно быть мы штат танцы 30 пар танцев последнего и все до последнего давайте проходите полковник сквозняков не любит ну да и он со мной я чувствую я просто уверен что уничтожение черных худшая ошибка в истории человечества что если они вовсе не хотели нам вредить что если мы с ними были просто несовместимы все кроме тебя артём да на твоей родной станции погибли люди hunter лучший боец ордена тоже а ведь именно он говорит если мы не будем сражаться за жизнь нас едят это закон эволюции но в этот раз мы похоже поспешили начать сражение хорошо давайте придем дальше артём у вас есть информация да полковник тогда пожалуйста покороче в ботаническом саду я видел черного то есть одна тварь жива к счастью да счастью как что за бред черные худшие всех угроз какими сталкивался орден полковник черный один он нам не угроза у артёма дар я думаю он найдет черным общий язык отпустите его со мной хорошо артём отправляйся с ханом и найди черного с вами идет наш лучший снайпер она есть зачем снайпер чтобы наверняка уничтожить черного что да как вы взять его убийца вы совершаете ту же ошибку нет я выполняю свой долг вывести его артём это твой последний шанс искупить вину избавиться от кошмаров плюнь на эти бредни артём похоже черный уже успел покопаться у него мозгах выполняйте задание и мигом назад скоро война и ты мне будешь нужен здесь вперед пути господи тём скажу прямо черные тебя чувствует так значит ты сможешь его выманить но знаем она и правда лучший снайпер если черный тебя возьмет под контроль у нее будет две цели так что осторожней лесницкий оказался внедренным агентом ваша задача перехватить его прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяев ясно так точно если ему удастся уйти метро может ждать катастрофы так что если не сможете взять живым берите как получится есть выполняйте понятно о заметочка заметки так я должен делать то что меня требовал хантер то мне приказал меники чего от меня ждет анна я должен доказать всем что заслуживая чести быть бойцом ордена посвятить свою жизнь защите человечества и защите метро никто кроме меня не подходит для этого здания я единственный кто оказался неизвим для черных возможно я был рожден для того чтобы избавить человечество от них раз и навсегда и теперь я в шагу от завершения месси почему же тогда у меня так неспокойно на душе еще скажи что веришь этому психопату хану мир с черными я в одном жалею что не было тогда на телебашне не наводила ракеты не видела как горит их поганый улей блять их вообще не видела даже с ними пустить их к нам метро до чаем напоить по идее тут заметок больше не будет но графика выглядит великолепно просто в 2к и чё мы едем кролик это место себя исчерпала но окей почему бы и нет собственно говоря год назад стоя на вершине телебашни я видел как ракеты падали на ботанический сад обращая все же теперь мой долг и моя миссия найти так все окей миссия у нас найти уничтожить возможно сейчас могут исправиться снова новый дневник боги создали да да на хардкоре но у нас есть снайперка это супер я попробую подать напряжение врубить свет пока пользуйтесь фонарями да окей спасибо дядя так готов вперед осторожно двери закрывают удачи ребята примета нам сейчас кстати кстати Артем вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсы ехали ракеты на рассадник в черных наводить хорошая примета тогда все нормально получилось ну да ладно напряжение есть открывай ворота я держу проход кого ты его там держит твоя душа тут все чисто выдвигаемся блин какая же здесь хорошая детализация блин это надо скриншотить ладно поздно кладбище чем-то за форест запоминает моменте эти все виды эта хуйня подожди я кого спугнула там же никого не было кто я мог напугать крысы крысы зараза вот эта скорость так нам не нужно ее убивать это лишние патроны так лестница осталось совсем чуть-чуть и посмотрим кролик ты или кто так хорошо кто-то буллинг с ее стороны оп записочка может дело и не в черных время сейчас тревожное орден похоже на растревожный уллин созданный когда-то чтобы уберегать метро от любых опасностей он сам навлек на себя жителей подземки страшную угрозу когда мы проникли в д6 и нашли огромные запечатанное хранилище казалось что мы спасли человечество запасами лекарств и продовольствиями которые тут нужно храниться с действием с действующим ядерным реактором в метро должно будет оставаться сколько угодно и дожить до того дня когда радиация на поверхности угаснет когда мы сможем вернуться туда и снова сделать землю своим домом хорошо жгем паутину опана было бы на что пялиться там там нужно хотя бы из красивые штанишки или что-то в этом роде они вот это вот все кстати тут мы довольно таки быстро на поверхность попадаем помоги-ка так супер супер двигаемся к главному входу ну двигай позиция смогу держать большую территорию ты же вроде не уязвим для их воздействия так а я простая девчонка мне туда соваться нельзя теперь слушай внимательно ты идешь вперед ищешь тварь я буду тебя прикрывать давай давай окей можешь на меня рассчитывать если вдруг у тебя дрогнет рука я не подверю ладно удачи ебать она по корням залезть на эту стенку типа ебать корни прочные здесь у нас ничего нету патроны супер блядь да он куда проваливается? на ровном месте кто-то может гореть кто-то может гореть? двигай в том направлении я прикрываю есть какое-то движение приготовься это не черные это стражи сейчас я пойду поработаю блядь нихуя на их мутузит где? больно делает еще смотри за камышами так хорошо супер отлично нихуя чего их так метит прям по шурику по ним достаточно да цел я блядь успокойся кролик неплохо справляешься Артем на краю воронки там что-то есть дерево мешает разглядеть ай серьезно? там радиация или что? ну пошли влево так влево у него есть фильтр супер так ебать это эти чудики с болот кажется вижу метров 30 у тебя на 2 часа вот же он да где? да блядь дьявол вот эта скорость как это он? обходи слева он еще там беру на мушку зачем по нему стрелять? зачем по нему стрелять? постой он должен быть тут следить за тобой вижу сейчас я ему гаду прыгай за ним Артем она у него попала что ли? нет не попала откуда там вообще смоляет? блядь у него такой прострел огромный что ли? налево все направо все видящего ока прям а как то можно оружие опустить? подожди я хочу оружие отпустить подожди здесь есть оружие чипать или нету а где раскладка клавиатуры прицел так подожди вот управление клавиатура оружие оружие 3 перезарядка так до потайки атака ножом использовать инвентарь ну ладно значит нельзя здесь отпустить оружие опа на заставка из начала? или это он читает наши мысли типа? ну да сцены из прошлой части конечно ебать их там было конечно так ебать что? это фашисты или красные? это фашисты или красные? да блять гутен так существо которое встретил на выжженных останках ботанического сада выглядит как черное и смогло нет не суховерская доставай и вытряхивай из меня самое сокровенное но это был только детеныш и я уверен он меня узнал узнал и испугался и смог на какое-то время вывести меня из строя этого хватило чтобы оказаться в плену а почему она нас не спасла? почему они в нас не стреляли? господин штурман фюрер свежее поступление о паук двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка он также был доставлен в рейд ладно потом разберусь что поэтому? это я со скриншот такой скриншот сделаем подозрение в генетическом уродстве у меня в норме все две руки, две ноги, пальцев сколько положено я нормальный? нормальный? и вообще я гражданин Ганзы молчи! это ты на Ганзе гражданин? а тут подозреваемый в мутации и это мы сейчас проверим если твой череп правильных пропорций ты свободен о паучки тарантулы урод! это произвол! да стой ты спокойно что там у тебя? так 318 миллиметров на 302 смотрим в табличке ну вот поздравляю ты мутант? нет нет, пожалуйста в мусоропровод вопрос простой какое задание выполняли в ботаническом саду? у разведки своей спроси фашист недоделанный считаю до трех один слава красной линии два да здравствуй товарищ москвин товарищ москвин я расскажу но не при посторонних меня убьют если узнают этого во второй блок ага обычно рейх не вмешивается в дела ордена но тут нам одновременно попались рейнджер красные и мутант блять еще один хороший скриншот сколько красивых то скриншотов может сделать что все это значит говорили получишь пулю бери офицера серьезно какой-то офицер слабенький множество в себе ты так понимаю из ордена со спарты а я с красной линией наши начальники может в засосы не целуются но нам то простым солдатам что с того так понятно дистанционный замок я одно знаю в одиночку отсюда не выбраться а вместе шанс есть маленький но есть так а что они там говорили про мусоропровод ничего они не мне это очень часто удивляет вот придут сюда видят мертвых офицеров и не догадаются что кто сбежал через мусоропровод в конце концлагеря там посмотрим ты ори погромче пойдем о знакомые трубы это у них типовое решение для таких замедлений если бунт или еще что вся тюрьма становится большой газовой камерой собственно говоря на этом первая глава и заканчивается